Великая Отечественная война по масштабу и значимости является важнейшим событием нашей истории, значение которого сложно переоценить. К сожалению, в советское время изучение этого важнейшего исторического события на научном уровне не велось. Недоступность зарубежных архивов и засекреченность отечественных были усугублены многочисленными идеологическими штампами, цензурой и мифами. О войне издавались тысячи книг, но большинство из них были мемуары бывших участников, отшлифованные цензурой и создававшие лакированный образ войны, который зачастую мало соответствовал действительности. Яркий тому пример описание Прохоровского сражения, изложенное в мемуарах генерала Родмистрова и разобранное в прошлом ролике. Когда в Советском Союзе началась перестройка, все поначалу радовались. Ведь начиналось все с гласности. Архивы стали открываться, документы рассекречиваться. На книжные полки хлынули недоступные ранее иностранные книги. Однако очень скоро, внезапно, в кавычках, оказалось, что так ненавистная советская идеологическая пропаганда и цензура сменились теперь уже антисоветской, демократической пропагандой и цензурой. Свободная пресса, свободное телевидение, свободные независимые СМИ, публицисты, историки и журналисты опрушили на советское прошлое настоящая цунами-вранья, которая смело в головах советских граждан последние остатки веры в СССР, да и во все советское. Потоки дезинформации не обошли вниманием и Великую Отечественную войну. Чтобы показать, что в ходе советского периода истории даже Великая Победа была мрачена мерзким и бесчеловечным управлением ненавистных коммунистов, были развиты старые и выдуманы десятки новых мифов, основной посыл которых носил явно политический характер и был направлен на одну цель – показать, что советский народ руководство страны за людей не считало. Читая то, что в конце 80-х и 90-х годах публиковали по этой теме и продолжают озвучивать порой и сейчас, невольно чувствуешь себя Энди Дюфрейном во время побега его из Шоушенка. Энди прополз 500 ярдов среди книг Резуна Суворова, передачи Сванидзе и Млечина и эфиров Эхо Москвы. Что ему пришлось увидеть и услышать, я даже представлять себе не хочу. Так давайте уже вспомним три самых знаменитых и устойчивых антисоветских мифа о Великой Отечественной войне. Итак, миф первый. Кровавый и подозрительный Сталин, когда началась война, впал в прострацию и, наложив штаны, первую неделю сидел под столом на даче и рыдал, пока немцы громили дезорганизованную, оставшуюся без управления Красную Армию. Это, пожалуй, самый старый миф из рейтинга, потому что появился он еще в хрущевские времена, с легкой руки Никиты Сергеевича. Вот что Хрущев написал якобы со слов Берии. Когда началась война, у Сталина собрались члены Политбюро. Сталин морально был совершенно подавлен и сделал такое заявление. Началась война. Она развивается катастрофически. Ленин оставил нам пролетарское советское государство, а мы его просрали. Буквально так и выразился. Я, говорит, отказываюсь от руководства. И ушел. Ушел, сел в машину и уехал на ближнюю дачу. Что же делать дальше? После того, как Сталин так себя показал, прошло какое-то время. Посовещались мы с Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым. И решили поехать к Сталину, чтобы вернуть его к деятельности. Использовать его имя и способности для организации обороны страны. Когда мы приехали к нему на дачу, то я, рассказывает Берия, по его лицу увидел, что Сталин очень испугался. Полагаю, Сталин подумал, не приехали ли мы его арестовывать за то, что он отказался от своей роли и ничего не предпринимает для организации отпора немецкому нашествию. Весь прикол в том, что подтвердить либо опровергнуть эти слова, Берия на тот период уже не мог. Его как раз не без помощи Хрущева расстреляли. Да ладно! Да ладно! Да. Ну я не знаю, я не удивлен. Итак, усатый грозный тиран, как только началась настоящая заваруха, тут же зассал и самоустранился. И все последующие заслуги принадлежат кому угодно, только не ему. Сталин был лишь именем, под которым толковые члены Политбюро успешно разрулили войну. В 90-е годы членов Политбюро заменили красивым словом «народ», а все остальное оставили как есть. Конечно, еще в советское время мемуары Жукова, например, или «Воспоминания Кагановича» данные утверждения опровергали. Утверждая, что 22 июня они лично, в отличие от Хрущева, присутствовали на совещаниях в кабинете Сталина, которые проходили с утра до ночи на протяжении всех первых дней войны. Однако проверить точно, что делал Сталин и с кем встречался в первые дни войны в советское время было нельзя. Сейчас такой вопрос даже не стоит, потому что еще в 90-е годы был опубликован журнал посещения кабинета Сталина. Из этих данных видно, что первую неделю войны Сталин ежедневно проводил многочисленные совещания с высшими руководителями страны, спецслужб и вооруженных сил. В это время были приняты ряд важнейших и правильных решений. Например, уже 24 июня принимается решение о создании совета по эвакуации промышленности, ценностей и населения. Можно к Сталину по-разному относиться. Объективно оценивать эту историческую личность получается почему-то не у многих. Обычное его имя вызывает положительную или отрицательную пену изо рта. Но утверждать, что глупый и испугавшийся Сталин сидел в прострации на даче, это сейчас как минимум необоснованно. Глупый и испугавшийся Сталин на второй день войны оценил угрозу и принял решение, благодаря своевременности которого во многом и удалось промышленность эвакуировать и войне победить. Хотя, конечно, можно сказать, что это все сделал народ. Вроде и звучит красиво, и не соврешь. Миф о заваливании трупами самый устойчивый, наверное, известный. Появился он на Западе во временах Холодной войны, когда десятками публиковались мемуары немецких генералов, которые, зная, что их книги в СССР никогда не издадут, ни в чем себе не отказывали. Создавая образ войны на Восточном фронте, как плотные массы советских хорд, наваливающиеся на немецкие позиции, вынуждая немцев отступать, так как патроны кончались раньше, чем русские. И вот во времена наступившего царства демократии, подобные книги хлынули на книжные полки. Вот, например, цитаты из книги Эриха фон Манштейна «Утерянные победы». Плотной массой, ведя отдельных солдат под руки, чтобы никто не мог отстать, бросались они на наши линии. Нередко впереди всех находились женщины и девушки-комсомолки, которые тоже с оружием в руках воодушевляли бойцов. И вот этот миф в 90-е годы стали культивировать в политических целях, объясняя огромные потери советских войск тем, что руководству на людей было просто наплевать. Типичное отношение плохих коммунистов к своему народу. А как вывод, предостережение, звучащее тогда из всех экранов. Друзья мои, проснитесь, не спите. Сегодня ночью решается судьба несчастной России, нашей несчастной Родины. Наша несчастная Родина в опасности. Не спите. Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты. Забавно, что этот миф на научном уровне был убит еще в 1993 году, когда вышел фундаментальный труд генерал-полковника Кривошеева «Гриф секретности снят» о потерях вооруженных сил в войнах 20 века. Появилась возможность сравнить советские и немецкие потери. Итак, потери Красной Армии составили 6 миллионов 329 тысяч 600 человек убитых и умерших от ран. Сюда не вошли около 2,5 миллионов красноармейцев, погибших в плену. То есть здесь учитываются только боевые потери на поле боя. Потери Германии и ее союзников на поле боя составили 4 миллиона 273 тысячи человек. Сюда также не вошли умершие в плену, а также не вошли добровольцы формирования СС, которые воевали на стороне Германии. Таких, как пехотная дивизия СС Галичина, например, или прибалтийские формирования СС. Также сюда не включили русскую освободительную Власовскую Армию и Фолькштурм. Получается соотношение 1 к 1,4. Да, наши потери в абсолютных цифрах оказались больше, но они превышают немецкие менее чем в полтора раза. Согласитесь, ни о каком заваливании трупами речь идти не может. Еще здесь следует понять, что заваливание трупами предполагает определенную тактику использования войск. Когда войска бросаются, скажем, в лоб, несмотря на потери, без применения современных тактических приемов. Надо сказать, что Красная Армия времен войны ничем не отличалась от армии Германии, Британии или США в плане использования современных тактических приемов. Красная Армия точно так же массово применяла не забрасывание трупами, а прорывы обороны противника и охват его флангов механизированными клещами. Это стандартная тактика всех армий того времени. Если в 41 42 годах оно успешно применялось немцами, то после 42 года немцы ни одного крупного окружения советских войск осуществить не смогли. В то время как Красная Армия после Сталинградского котла смогла реализовать Корсунь-Шевченковский котел, Черкасский котел, Минский, Бобруйский, целый ряд котлов в ходе операции Багратион, Курлянский котел и Котел под Берлином. Одним из самых известных утверждений о вине советского руководства в трагической судьбе советских пленных является аргумент о том, что СССР не подписал Женевскую конвенцию, и поэтому ее действие не распространялось на советских военнопленных. Это утверждение настолько логично, что достаточно 20 секунд логических размышлений, чтобы его провернуть. Дело в том, что Женевскую конвенцию обязаны были соблюдать все страны, ее подписавшие. Германия ее подписала и, следовательно, обязана была соблюдать и в отношении советских военнопленных. Довод о том, что СССР не подписал Женевскую конвенцию, был бы уместен при обсуждении судьбы немецких военнопленных, попавших в советский плен. Однако такой вопрос не стоит, потому что смертность немцев в советском плену была в четыре раза меньше, чем смертность советских пленных в немецком плену. Второй по популярности фразой советских пленных является цитата Сталина о том, что в СССР нет военнопленных, а есть только предатели. Эта цитата заслуживает почетного места в платиновом фонде фейковых цитат из интернета. Сталин этого никогда не говорил. А источник этой цитаты довольно любопытен. Это Власовская газета «Заря», выпуск от 20 августа 1944 года. Смысл был очень простой. Власовцы подобными рассказами пытались убедить советских пленных в том, что дома их уже давно записали в предатели, а семьи репрессировали. Поэтому надо вступать в Власовскую армию и идти мстить кровавым большевикам. Обычный продукт нацистской пропаганды времен войны, который перекочевал в наше время. В нулевые годы этот миф получил неожиданное второе дыхание с помощью сериала «Штрафбат» и фильма «Последний бой майора Пугачева», которые намертво закрепили в сознании обывателя образ заслуженных фронтовиков, которые, сбежав из немецкого плена и не предав свою родину, этой самой родиной были незаслуженно посланы либо в «Штрафбат» и либо на «Колыму». Почему? Ответ на этот вопрос давался универсальный. Потому что мы можем. Но известно, что освобожденных из плена и вышедших из окружения советских военнослужащих направляли на проверку специальные фильтрационные спецлагеря, после чего некоторых из них арестовывали. Да, конечно проверяли. И в этом был резон. Из числа советских военнопленных немцы активно вербовали диверсантов и набирали добровольцев для службы в карательных подразделениях и полиции. Это всем известно. Но давайте посмотрим на масштабы этих репрессий. Источник – архивные данные СМЕРШа, публикованные историком Меженько в военно-историческом журнале. А именно справка Главного управления контрразведки о ходе проверки бывших окруженцев и бывших военнопленных по состоянию на 1 октября 1944 года. Согласно которой всего прошло проверку 354 592 человека, из которых передано в Красную Армию 249 416 человек. Направлено в промышленность 30 149 человек. На формирование конвойных войск и охраны спецлагерей 5924 человека. Убыло по разным причинам за все время госпитали, лазарета и умерло 5 341 человек. Продолжает проходить проверку в спецлагерях 51 601 человек. арестовано 11 556 человек. Из этих данных видно, что более 90% советских военнослужащих проверку прошли успешно и продолжили службу, если позволило здоровье. Никакого поголовного записывания человека в предатели лишь за факт того, что он был в плену, не было. А в ноябре 1944 года ГКО принял постановление, согласно которому освобожденные военнопленные и советские граждане призывного возраста вплоть до конца войны и вовсе направлялись непосредственно в запасные воинские части, минуя спецлагеря. Стоит отметить, что обратной стороной довольно лояльного отношения к бывшим советским военнопленным стало возвращение домой предателей и нацистских пособников, которые десятки лет после этого считались заслуженными ветеранами, прошедшими ужас плена. Например, бывший старший лейтенант Красной Армии Григорий Васюра, который добровольно перешел на сторону немцев и в составе 118-го полицейского батальона руководил уничтожением Хатыни. Успешно прошел проверку. Факт его службы оккупантом был установлен лишь в 1952 году, за который он отсидел три года. А в участии в массовых убийствах и сожжениях деревень он был уличен лишь в 1985 году. Неважно, какие у вас политические взгляды, не важно, как вы относитесь к СССР, коммунистам и лично Сталину, относиться можно по-разному, и это правильно. Но нельзя оставаться в плену своих предрассудков и дельцов, которые через ложь эти предрассудки вам навязывают. И не важно, какого они оттенка, красного или белого. Пока вы будете воспринимать истории своей страны с такой точки зрения, вы и есть скудоумные рабы, из которых по мере необходимости всегда будут собирать стадо баранов, дружно идущих под свирель сладкоголосых болтунов на бойню. И лишь знания разрушат цепь рабства. Если вам понравился ролик, поделитесь с ним со своими друзьями, сделайте репосты в соцсетях, так его смогут увидеть больше людей. Если вам нравится то, что я делаю, пишите отзывы, ставьте лайки, поддерживайте.